Всем привет! Мы с вами снова в магазине Кея Нижний Новгород. Сегодня мы вам подготовили обзор по новинкам, по тем товарам, которые будут загружены на сайт в феврале, как новая коллекция. А возможно, в объектив наши камеры попадут уже те товары, которые частично добавлены на сайт, но будем максимально информативно показывать именно то, чего на сайте нет, а посмотреть, увидеть, заказать, купить хочется. Пойдемте смотреть. Значит, первое, что мы нашли, ну, в принципе, мы его уже знали, мы привозили эти кружки, обновилась серия Денера. Когда дойдем до отдела посуды, покажу вам все цвета, а пока покажу то, что видим. Значит, во-первых, серия Денера поменяла форму. Радует то, что ценник остался тем же 99 рублей. Значит, изменилась форма, объем остался такой же, 300 мл. Внутри кружки стали такими же обливными, как и снаружи, что не может не радовать. Я очень надеюсь, что теперь буду Денеру производить в таком виде. Мы пользуемся серией Денера, и раньше кружки были вот такими, как окантовка внутри. И очень быстро от ложек, ну, вообще от всего, от присоприкосновения с губкой, от посудомойки, все это внутри царапалось. Сейчас более эргономичная форма, удобная. И внутренняя обливка. Цвета светло-серый, темно-серый, и будет еще бежевый и розовый. Так, салфетки под прибор мы вам показывали в летнем видео, поэтому, кто не видел, можете посмотреть. Идем дальше выискивать новинки. Мы находимся в отделе гостиной, и обнаружили два дивана Фрихеттен в эко-коже черного цвета. Они как бы и новинка, и не новинка. Немного изменился внешний вид, отсрочка на подушках, ну и цена. Угловой стал стоить 30, а обычный прямой стал стоить 28. Ну, в принципе, за эко-кожу неплохого качества, я думаю, ценник адекватный. Сейчас покажу, что изменилось у данных диванов. Вот таких отстрочек на подушках не было. То есть на самих сидушках. По поводу комфортности, все-таки изменился производитель-поставщик. Ну, вроде бы неплохо, но проваливаешься. Если садиться на край, новый диван, ну, как бы чувствуется, да, вот эта вот деревянная планка. Плюс, наверное, какую камеру будет видно? Видно? Так, попробую я снять. Только не знаю, как это будет видно. Вот смотрите, когда садишься, получается вот такое сминание. То есть со временем, я думаю, это будет довольно-таки быстро, вот такое вот сминание появляется. Растянется. Поэтому, как будут эксплуатироваться фрихитены именно этого производителя в новой эко-коже, ну, покажет только время. Кто уже купил и пользуется, расскажите. Ребята, что мы вам нашли? Новые кресла по 13 тысяч, большое 18, сейчас расскажу, покажу. Конечно, они достойны, я думаю, отдельного обзора, но мы сейчас их просто кратенько, а потом по ним, возможно, снимем отдельный обзор. Так, ой, током. Значит, смотрите. Параллельно снимаю на свою камеру, три вот таких кресла. Маленькое, в котором я сидела в двух цветах, и большое. Давайте начнем с маленького. Ветбу, 13 тысяч, артикул, ряд, место, гарантия, 10 лет, что немаловажно. Давайте смотреть, что у нас и как. Так, каркас сталь, радует, плейстерная вата, пенополиуретан, высокоэластичный, холодный, такая же подушка, ножка массив березы, прозрачный акриловый лак. В принципе, то, из чего сделаны, неплохие параметры. Размеры, высота 75, ширина 73, глубина 65. Слушайте, вполне адекватные. Артикул я сняла. Артикульный номер еще раз покажу. Теперь давайте его смотреть, само кресло. Значит, вот сама ткань. Она что-то среднее между страдамоном и фрихитеном, но тем не менее, она как бы грубая, но нет вот этой вот жесткости, более нежная. Так, сидушка более светлого цвета, ну, наверное, это задумка дизайнеров. Шикарная липучка. На самом деле, тяжело отбирается. Их еще и две. Так, и сейчас посмотрим. Да, смотрите, чехол съемный. Сейчас посмотрю, что у нас по уходу. Не стирать, чистить пылесосом, протирать влажной тканью. Химчистку тоже сдавать нельзя. Так, переходим на одну камеру, так удобнее. Первый раз не могу отлепить эти липучки. Обычно они более слабые. Так. Пенополиуретан. Неплохого качества. Сидеть вполне комфортно. То есть, это все съемное. Давай внутри чехол покажем. Значит, смотрите, внутри. Получается, он на подкладочной ткани. И вот сама ткань. Вот на эту камеру здесь больше света лучше видно. Это сидушка. Покажи, пожалуйста, каркас. Цвет каркаса. Сейчас мы все вернем на место. Произведено в Китае. Ну, я думаю, это значение не имеет. Кстати, смотрите, обратно липучка. В общем, как-то тяжело обратно становится. Поэтому, наверное, лишний раз не стоит снимать, одевать. Но нам надо, чтобы показать вам. Так. Ножка. Массив березы. Слушайте, хорошо, крепко сделано. Мне понравилось. Металлические штыри. Я думаю, в случае выхода из строя вполне их можно заменить. Они вкрученные. По крайней мере, это не цельная сварка. Таких проблем не будет. Смотрите, здесь все на замках. Но нужно найти. Замок. Сейчас опять нам скажут, что мы неаккуратно все это смотрели. Ребята, скажите, как можно в условиях магазина аккуратненько на тряпочке все это разложить. Так. Замок, замок, замок. Вот это неудобно. Я, конечно, понимаю, что он спрятан. Но я не могу его найти. То есть это хвост. Начало я не вижу. Я не знаю, где прячусь сначала. Но, в общем, так. Точно такое же есть розовое. Сними, пожалуйста. Тоже два цвета. Более светлая сидушка. Ну, как бы, я считаю, противоречивый вот этот цвет в плане сидушки. Быстрее затрется. И давайте еще покажем вот так. Так, а артикул я вам не показала? Мне понравилась новинка. Так, значит, это розовенькая. И вот такой еще гунарет синий. Какой наношение обливой конкурент? Еще раз? Страдамон. Страдамон? Ну, нет, они разные. Во-первых, сидеть комфортно. В него не проваливаешься, как в Страдамон. То есть вставать гораздо легче, в него не утопаешь. Но оно пожестче, поплотнее. Слушайте, ну, удобно. Не для утопа. Да, я бы не сказала. Нет, задремать вполне можно. Страдамон более вальяжное такое вот, да. Но, опять же, Страдамон, то есть, тоже специфичный. Не под каждый интерьер попадет. Здесь вот определенный интерьер. Но, я думаю, вот, не знаю, не могу сказать по цене. Может быть, если бы вот это стоило где-то 13, как вот большое. Маленькое стоило бы как большое, а маленькое где-то в районе 10. Ну, посмотрим, как будут продаваться, какие будут цены. Мне понравилось два. Серое и синее. Вот именно по цветовой гамме. Кресло интересное. Так, пойдемте дальше искать. Продолжаем играть дальше в Шерлоков Холмсов. Смотрите, что мы нашли. Держатель для бутылок Бестом. Артикульный номер. 799 рублей. 1, 2, 3, 4, 5 вот таких вот железных скобок. Просто одевается, зацепляясь, наверное. Я не могу снять. Так. Благодаря держателю бокалы не занимают место. Да, слушайте, они просто закреплены. Они не вкручиваются. То есть, они просто одеваются на полку. И вот таким вот образом крепятся бокальчики. Сними, покажи, что там. Адекватная цена, интересный набор. То, что можно миксовать. Там, допустим, 2-3 повесить, в зависимости от необходимости. И вот такая вот подставка для бутылок 1299, хромированная. То есть, это прям полноценная полка. Но она уже вкручивается на шурупики. Вот так. Ну да, то есть, тоже удобно, если вы используете серию быстро где-нибудь в зале, на кухне. Ну да, не важно для хранения. То есть, можно выделить место. Интересно, вот это мне понравилось. Так, следующее, что мы нашли. Наклонная полка ботна 80 на 32, светло-бежевая, металлическая, перфорированная. Вот таким вот образом она располагается. Это у нас стеллаж Билли. Классический Билли. Ребят, удобная штука. Особенно, если стеллажи Билли стоят в магазине. Допустим, там печатные продукты, что-то нужно разложить. То есть, получается, вы и сюда можете разложить. И под полку можно что-то сложить. То есть, функционально получается. Полностью перфорированная. Вот так. Такая вот полочка за 1000 рублей. Мы находимся в отделе рабочей мебели. То есть, это офис, дом и так далее. Вот такие вот модули для хранения Бикат новые появились. На сайте они еще не опубликованы. Модуль стоит 16 тысяч. Состоит из комплекта колес и модуля для хранения. Слушайте, удобная штучка. То есть, поставить можно как хочется. Но это все-таки офис, да? Офис, ресепшн. Цвета есть еще белые. Значит, здесь получает стандартный Бикат вверх. Перфорация сетка, полка, еще одна полка. И вот такой глубокий выдвижной ящик. Хорошо идет, с плавным ходом, вообще бесшумно. Внутри еще вот такая металлическая вставка. Сейчас мы посмотрим, что из чего сделано. Ну и расскажем про это. Так, модуль для хранения стандартный. ДСП, ясеневый шпон, морилка. Железо это все алюминий. Мне интересно. Так, колесо, ось, стальговый. Так, это с этим тоже понятно. Ящик. Боковинка и стенка ящика ДСП, дубовый шпон. Массив дуба, прозрачно-акриловый лак. ДСП, массив дуба. Слушайте, хорошо, вот прям сшпонированный. Все-таки у Биката гарантия 10 лет. Ну, есть за что, на самом деле, за Бикат брать деньги. По сравнению с тем же Мальмом, с другой любой офисной мебелью, Бикат сделан более добротно. Вот сколько мы привозили столешниц Бикат на заказ, ни разу не было брака. Кстати, у кого были моменты по эксплуатации Биката именно проблемные, расскажите, пожалуйста, в комментариях, если не трудно. Так, дальше. Вот такой вот шкаф. Большой оранжевый ярлычок, закрывайте. Сейчас его зафиксирую. Тоже 10 лет гарантии. Значит, состоит вот из этих артикульных номеров. Хеллан. Это фактически два шкафчика и комплект ножек. Да, вот, это маленький шкафчик за 4,500. Ножки отдельно продаются. И верхний шкафчик. Ну, если нужно разместить сейф, да. В принципе, тоже, ну, офис. Для дома, конечно, такой не возьмешь, я считаю. Нет необходимости. Так. Бикат есть еще поменьше модуль. Уже за 13 тысяч. С учетом комплекта колес. То есть все то же самое, только вот малыш. А, кстати, смотрите. Покажу, или я покажу. У меня бликует. То ли это неаккуратно собирали, то ли за что-то задели. Ну, на Бикате, получается, при неаккуратной эксплуатации вот такие вот полосы, что не очень радует. Значит, имеет место быть все-таки при грубоватой эксплуатации Бикат. Но здесь, я думаю, сильно ширкнули его, потому что вот он даже... Да нет, смотрите, ногтей боится. Вот и Бикат. Углы закругленные. Об углы никто не шлепнется. Так, возвращаем. И вот белый Бикат. Конечно, подробно мы его так не покажем, не залезем. Он наверху. 17 тысяч стоит. Он пошире, чем черный, который мы смотрели. То есть фактически, получается, Биката три наименования вышло. Три вида модулей для хранения, плюс колеса. Так, шкафы Галант. Ну, здесь, честно, я не понимаю, за что. Ну, кроме, наверное, качества покрытия. Ну, как таковыми они новинками не являются. Они уже давно на сайте, поэтому про них рассказывать не будем. Мы переместились в отдел детской. Что показалось, сама не поняла, да? Карман. Мей Лиг Хен. Артикульный номер. Теперь смотрим. Значит, он висит на кровати Минон. Я думаю, удобно. То, что с такой кроватью, я бы повесила. Раз кармашек, два кармашек. И здесь вот еще получается три, четыре, пять, шесть карманов. Значит, смотрите, что здесь. Здесь у нас металлическая скоба. Нет, просто металлическая. Ее можно согнуть. То есть, если у вас, например, диаметр меньшего, ну, на другую кровать, не на Икею. А сунги клести? Попробуем сейчас. На любую кровать будет крепиться. Вот, замечательный на сунги киусит. Вот такой вот функциональный кармашек за 400 рублей. Он, конечно, из полностью синтетической ткани, но, я думаю, будет хорошо эксплуатироваться. Вот такую штуку из этой же, кстати, серии Меликхен мы обнаружили еще на прошлой неделе. Черная и такая красно-оранжевая. Вот, как думаете, что это? Я не схода догадалась. Сначала думала, что, может быть, какие-то крюки для велосипеда. И это, ребята, подставка для планшета, телефона и наушников. О, кстати, есть картинка. Как это можно эксплуатировать? Стоит 200 рублей. И сейчас артикульные номера покажу. Значит, артикульный номер оранжевый и артикульный номер черный. Еще одна новинка из этой же серии. Подушка. Стоит 1999. Я не знаю, ничего. Просто спать. Как-то дорого, наверное, да, просто спать. Внутри чехол. Причем здесь не пенополиуретан, просто синтетический наполнитель, который используется в бюджетных подушках. Хлопковый чехольчик. Тоненький. На полу, наверное, валяться, что ли, под голову, сидеть на ней. В общем, вот такой вот тубус-валик. Стоит 2000. Мы все еще в отделе детской, но уже в малышах. Вот такой мячик. 149 рублей. Он шумит. Надеюсь, звук слышно. И он разный по фактуре. Хотя все частички велюровые. Но он больше не тактильный, а именно цветовой. Для малышей 149 рублей. Положу на место. А то нас в последний раз поругали, наши дорогие подписчики. Так, это уже не новинка. Вот такие вот халатики. Что, как-то я как мама в тихом шоке от цены. Ладно, пишем. Размер 116. Рост 116-128-1300. И от 98 до 110 тоже 1300. Так. Давай тогда на одну. Здесь просто клепки. Среднего качества махровая ткань. Да, интересный принт. Мороженки. Капюшон съемный. Сейчас попробую. Может быть, где-то пониже есть. А, нет, они запечатаны. Ну, вот так. Значит, ростовка. 4-5 лет. Это 98 до 110. Ребята, честно, дорого. Безумно. За халат. Такого качества 1300. Это обычная махра. То есть, вот обычная махровая ткань. Такие халаты производит куча наших фабрик. Ну, не знаю. Это безумие. Капюшон отстегивается. Стоят такие вот грубые клепки. Для чего тоже непонятно. То, что халат подразумевает, как халат после ванны. Халат купальный. Для чего отстоюсь капюшон. Неясно. И за 1800 вот такой. Получается, подразумевает, что это детки постарше. Рост 1,52-1,64. И рост 134-146. Махра здесь уже поплотнее. Халатик как бы двухсторонний. Но за счет швов использовать на две стороны не получится. То есть, задняя часть полностью вот такая вот красно-полосатая матрасная. Рукава голубые. Капюшон тоже отстегивается. Ну, нет, ребят. Ценник зверский. Халат за 1800. Его в любом магазине можно купить. Подобного плана за меньшие деньги. Еще одна новинка в детской серии. Обновилась серия посуды Калас. Теперь вот такие вот мисочки. Цвета. Они стали полностью матовые. Зеленые, красные, белые, розовые, синие, желтые. 129 рублей. Артикульный номер. А вот старая серия Калас. Они уже выходят из ассортимента. Размер все то же самое. Отличаются по цветам. Все были полупрозрачные. Ну, я думаю, периодически обновление нужно. И вот такой набор ложек-вилок. По исполнению один в один, как Самар. Поэтому можно смело покупать Самар, либо Калас. Заменять друг с другом, да? Так, столовые приборы новые. Сейчас мы их найдем. Артикульный номер. Вот он, артикульный номер. И вот они в упаковочке. Так, игрушек новеньких не вижу. Серия лотов вся представлена. Идемте в отдел посуды. Мы находимся с вами в отделе посуды. И нашли вот такие вот полотенца. Сейчас покажем. Серия называется Трольпил. Не перефразируйте, пожалуйста, в другую сторону. Это вы получите не сильно прилично. Полотенца хлопковые. Сделаны в Китае. Размер стандартный для Икеи. 50 на 70. Полотенца с хвостиком. Что мне понравилось? Сама фактура. Я думаю, что уверена даже, что от них, во-первых, не будет ворсинок. Ими будет очень удобно натирать стекло. Полотенчики нежные. Интересно, как будут в эксплуатации. Если кто-то уже приобрел, делитесь, пожалуйста. Как вам все это? Так, дальше. Следующие. Зелено-белые. То есть они все одинаковые. Отличаются только первым полотенцем. Черно-белые. И синие-белые. Дальше. Вот такой вот полотенчик. Кстати, стоят они все по 349 рублей. Цент мы не сказали. Сим-ва-с-арым. 299 рублей. Снял? Значит, полотенце двухстороннее. Нижняя часть у каждого полотенца вот такая синя-серая и серо-серая. Вверх. Наоборот, да, носите в широком поле. Тонкая полоска. Размер тоже 50 на 70. Хвостики есть. Сделаны они в Китае. Тоже неплохое, кстати, полотенчик. Но они уже односторонние. Вот от этих могут быть ворсинки. Если там стекло. Да, если именно стекло прозрачно трать, могут быть ворсинки. Я не знаю, к сожалению, не помню, вот эта вот новинка или нет, но я на сайте вот этой варежки не увидела. Это Вилл Кап Рифол. Господи, ну реально сломать язык можно. Вот такая вот хорошая полотная варежка. Стоит 400 рублей. Наверное, удобная, да? Ну да, она больше оттеномет, чем силиконовая будет. Да, то есть, во-первых, она хорошо выкрывает руку, она не будет нагреваться, она толстая. Прям вот такая приличная. Так, по текстилю, наверное, все. Ножей у нас новых нет. Серия Самар за неделю дополнилась. Вот такими щипцами. Вилкой для барбекю. Ну, на самом деле, они были в прошлом году, полностью повторили. Ничего не поменялось. Значит, 249 рублей стоит вилка для гриля. Артикульный номер, не знаю, получится, не получится снять. Вилка. В летом острые. Летом их распродавали. Что-то они в районе 100 рублей стоили. Щипцы. Щипцы 600 рублей. Мне кажется, лучшие щипцы здесь из серии Кей-365. Все равно не будешь такие, не кабанажа жарить. Так, и лопатка для гриля. 400 рублей. Лопаточка. Размером, как лопата. 400 рублей. Артикульный номер. Серия Самар потихоньку прибывает. Добавляются новые товары. Икея расширяет ассортимент. Появились перчатки. Это в дополнение к губкам. Перчатки для мытья посуды. Два размера. Стоит 99 рублей. Вот что мне понравилось, так это перчатки. То есть, качество хорошее. Это значит, С и М маленькие. Ну, это С, это М получается. Сейчас померю, покажу по размеру. Так, я мерю М. У меня остается место. Смотрите. Перчатка длинная. Видно? И вот это сними. Ребята, хорошая плотность, хорошая эластичность. Я думаю, перчатки будут сложить долго. Это выставочник, сразу скажу, нам разрешили потянуть, потрогать, поковырять его. Ничего с ним не случилось. Снимаю. И пойдем одену эску, чтобы у девочек было понимание, на какую руку, да? Так, одеваю эску. Мне подходит эска. Потому что, сами знаете, когда убираешься, если перчатка болтается... Перчатка комфортная. Я покупаю перчатки Фрэкинг Буах. Где-то в районе 90 рублей они стоят. Но вот эти мне нравятся больше. Честно себе, уже взяла в корзинку, положила. Как поведут себя в эксплуатации, потом расскажу. Так, с Амарой мы все снимали. Это на сайте тоже уже есть. Продолжаем новинки по посуде. Серия Фрамкелла. Значит, три вида. Тарелка 21 см, десертное блюдо 27 см. И вот такие миски. Фаянс. Сделано в Португалии. Миски 249 рублей. Ну, не бюджетно. Ну, изготовление неплохое. Тарелка большая, 27 см. И синенькая, 21 см. Сама тарелочка. Из этой же серии салфетки Фрэкмола. Клиентам уже привозили в прямом эфире, по-моему, в каком-то показывали. На сайте их еще не опубликовали. 59 рублей. Сделано в Тайване. Вот такая вот салфеточка. Дальше возвращаемся к серии Динера. Мы вам начинали ее уже показывать. И продолжаем. Значит, смотрите. Новые цвета. Вот этот темно-серо-черный цвет. Тарелка 149 рублей глубокая. 22 см. Очень надеемся, что в ближайшее время все это появится на сайте. И можно будет спокойно заказывать. Дальше плоская тарелка 26 см у Динеры. 179 рублей. Динера это каменная керамика. Она хорошо очень держит температуру. В ней не так быстро остывает пища, либо питье. Единственное, что старая серия Динеры быстро царапалась. Как будет это эксплуатироваться, пока что время. Не могу пока сказать. Так, дальше. У Динеры появились новинки, каких не было. Вот такое блюдо. 450 рублей. Вообще, это новый цвет. То есть такого светло-серого у Динеры не было. Или был похожий. Это другой, новый оттенок. То есть такого оттенка не было. Вот такое блюдо. 449 рублей. Блюдо большое, достойное. Мне кажется, если сервировать в серии Динеры. Артикульный номер. 29 см. В этой же серии появились... Ну, они такой формы тарелки всегда были. Ну, покажем. В этой же серии есть плоская тарелка. Покажи вот здесь. Я думаю, тут удобнее будет. Большая тарелка прямоугольная. Большая плоская, маленькая плоская. И глубокая. То есть полностью вся серия Динеры укомплектована. И добавилось вот такое вот блюдо. Ну, и плюс есть еще мисочки. Почему не показываем каждую? Ну, наша задача вам цвета показать. Динеры не изменилось. Добавились только новые позиции. Так, это мы уже все показываем. А, кстати, вот кружечки Динеры. Вот все кружки Динеры. Такой цвет уже был. Розовые тоже были. Они все теперь облиты изнутри. И вот два новых оттенка. Давай розовый еще поставлю сюда. Вот так. Будет полный комплект. Фрагмалы, что снимали тарелочки, есть. Появились еще и кружечки. 399 рублей они стоят. Объем 210 миллилитров. Так, сделаны они у нас в Китае. Еще артикульный номер. А, вот артикульный номер. Упакованы сразу в коробочку. Вполне неплохо для подарка. Можно запаковать, подарить. Так, Фрагмалы. Это старенькие кружки. И вот смотрите, что появилось. Давно их уже очень не было. Это такая новинка. Новая, забытая, старая. Кружка для экспресса она называется. Для кофе-экспресса с блюдцем. 149 рублей штучка. Раньше они продавались комплектами. Да, несколько? Ну, лет 5 назад, не меньше. Вот артикульный номер. Она всего лишь 90 миллилитров. Но экспресса больше-то и не пьют. Но пока только в этом цвете. Появились новые подставочки под горячее. Панно зеленое вышло. Ему на смену розовое пришло. Индия. Артикульный номер. Честно, серию эту не люблю. Она красивая, яркая. Но когда вы начинаете ей на постоянку пользоваться, появляются пятна, которые очень тяжело вывести. Ухаживать за этими салфетками сложно. У кого-то мнение совпадает, напишите. У кого не совпадает, тоже пишите в комментариях. Интересно бы дискуссировать по этому поводу. Так, остальные уже есть на сайте. Вот такой поднос. Есть из этой же серии наволочка и занавески. Мы до них дойдем. Размер 58 на 38. Цена 600 рублей. Кто-то сказал в комментариях, что к летнему обзору, что железный поднос Самара-то дорого за 500 рублей. Ну, что скажете по этому поводу. Я считаю, что за такой поднос у уровня Икеи это недорого. Болгария. Ну что, у нас поднос из коллекции Статгольм. С оленями, кто помнит. Но очень много лет ему. Все живо-здорово, ничего не меняется. Так, фракмола есть еще. Помните, тарелки смотрели? Есть поднос за 500 рублей. Диаметр 43 сантиметра. Тоже сделан в Болгарии. Получается, братья Болгары делают подносы для Икеи. И артикульный номер. В серии Самар появляются дальше новинки. Вот не помню, снимали или нет. Мне кажется, не было этого подноса. 299 рублей. Так какие вот розовые горошки. А может быть и было. Тоже Болгария. Артикульный номер. Название, размеры. Все, в принципе, наоборот, и есть. Подносы в Икеи все одного качества. Отличаются только цветом и формой. В комплект к подносу и тарелкам. Есть вот такие вот стаканы. Это в коробочке артикульный номер. Комплект из 6 штук. 420 миллилитров объем. И вот сами стаканчики. Стаканчик яркий. К нему обязательно что-то. Либо поднос, либо тарелки добавлю. Потому что один он прям такой активный очень. Есть еще один вид новых стаканчиков. А, нет, мы их уже снимали. Вот эти мы точно стаканчики снимали. Сейчас еще пройдемся по отделу посуды. Досмотрим, что по остаткам нового появилось. Как-то на сайте уже есть. Смотрите, такая штучка, держатель для бокалов. Хотите? Икея все-таки услышала своих покупателей. И начали делать держатели. С Беста. Только у Беста 800 рублей и отдельные скобочки. А здесь обязательно прикручивать. Вот дырочки. Ну, хотя тут, конечно, стоит вот так. Но все-таки подразумевает подвесить нужно. Получается на 6 стаканчиков. Партикульный номер. 179 рублей. Ребята, вообще адекватный ценник. Посмотрим, как будет в эксплуатации. Вот такой бокал для вина. Фрам Теда. 30 SL 300 миллилитров. 149 рублей стоит. Вот с таким листиком. Так, тоже в Болгарии сделан. Артикульный номер. Ну, симпатичный стаканчик. Просто бокал для вина. То есть он не позиционируется как определенный. Просто бокал для вина. Шейкер. Стекло. Пластик. Прозрачное стекло. Закаленное стекло. Стеклянная эмаль. Части пластика полипропилен и полиэтилен. Я не смогу скрутить крышку. А, все, она не скручится, снимается. Значит, смотрите, здесь у нас шкала мерная. В SL и в ОЗ. То есть группа на 400 миллилитров. Вот такая резинка одевается. Она не... А, нет, кстати, она съемная. Тоже, смотрите, ребят, удобно. Когда что-то попадает, можно легко отмыть, да? Крышка. Вы видели, насколько плотно прилегает, как я ее тяжело снимала. То есть, чтобы им работать, вот крышечка. Товарищ спортсмен, кто сидит на протеиновых коктейлях. Вполне удобно. Ценник, я считаю, адекватный. Артикульный номер, цена. 349 рублей стоит. Это вещь интересная. Флюитюр называется. Так, ну что, с отделом посуды мы прощаемся. Новинки по отделу посуды мы полностью вам показали. Идемте дальше. Отдел текстиля. Мы нашли любимую подушку наших клиентов. Малинда. В черном цвете. Малинда была всякая. Красная, синяя, зеленая. Нет, разве точно не было. Классическая малинда. Но цвет очень удачный. Очень многие на кухню просят хорошую черную подушку. А предложить, в принципе, нечего было. Название, цена. 359 рублей. Малинда сейчас стоит. Ну, я думаю, все видели на сайте, что ценник поднялся на все. И не только в Икеа, к сожалению. Еще одна новая подушка. Такого небесно-голубого цвета. И есть еще бежевый. Я не вижу бежевого. Постараемся найти. 349 рублей. Кудрана. О! Наконец-то подушка. Упаковано в полиэтилен. Ребят, при транспортировке мы упаковываем каждую. Я считаю, что за подушку 350 рублей может магазин потратиться на пакетик. И точно такая же бежевая. Сними она вон там. То есть это... Рассказывай. Это получается аналог Малинды, только меньших размеров. По ткани неплохой, кстати. Ткань такая плотная. И набивка у него хорошая. Интересно будет, как эксплуатироваться. Нужно будет взять, потестить. Так, пойдем в чехлы. Чехлы на подушке. Малин Мария. Господи. Ну, иногда, правда, вот язык сломаешь, как клиенты говорят. Пытаюсь найти его в упаковке. Не вижу. Значит, снимаем отсюда. С одной стороны черная в горох. С другой стороны полоса черная и белая. Он не кипельно-белый. Сейчас найду белый чехол для сравнения. Вот белая подушка Иннер. Не кипельно-белый. Все-таки такой беловатый-бежеватый. Фест Хольмен. Стоит 600 рублей. Для дома и для улицы заявлена подушка. 50 на 50. Пуговки. Вьетнам. 100% полиэстер. Ну, поэтому заявлено, что она для улицы может быть. Но она промокла, мне кажется, при первом дожде. Поэтому улицы спорные. Пуговки интересные. Как будто бы бамбуковые. Нет, к сожалению, из чего пуговки не сказано. Просто полиэстер. Интересный чехольчик. Айна. Новая розовая под шторки. Но вот минус, например, я считаю, у этого чехла нет. То есть просто ленточка. То есть ленточка чуть разошлась и дырка. Вполне можно было бы какой-то потайной замочек, а потом уже вот эти бантики. Занависки Айна есть в этой серии. Продаются давно. Стоит чехол 449 рублей. С одной стороны гладки, с другой с тремя бантиками. Помните, поднос смотрели? Точно такой же чехол. Из этой же серии. Лейкни. 349 рублей. Чехол двухсторонний. То есть односторонний. И с той, с другой стороны одинаковая картинка. Китай. Размер 50 на 50. Чехол на подушку. Урс. Рун. Глик. Ребят, без обид. Язык сломать можно. С кисточками розовыми. Ну, специфичные, да? То есть к определенному интерьеру. Артикульный номер, название, размер. Имя дизайнера. Где мы сделаны? Сделаны в Индии. Цена 400 рублей. Интересная подушка. Не под каждый интерьер. Так, дальше. Тут прям рядок новинок. Малин Мария. Такая же, как черная, только красная. То есть с одной стороны красная, белая. Единственное, что сомнение. Как это будет в стирке? Не слиняет ли цвет? И точечки. Артикульный номер, название. Сет Хольмин. Во многих магазинах Москвы уже появились. Москва, Питер, точно знаю. Появились уже такие пуфы. По 4000 у нас пока только чехлы на подушку. Тяжеленький. Плестер. Во Вьетнаме с Диан. Такая вот грубая плотная вязка. Вот это за уличный вполне сойдет. Да, я думаю, только не промокнет быстро. Плед. Ин-ге-ге-ге-герд. Господи. Вот такой пледик. Артикульный номер, название. 120 на 80. Акрил 62%, 20% шерсти, 18% полиэстера. Сделан в Индии. Ну что, блинчик, такой комфортный клубок. Еще смотрите, как красиво сочетается в красном интерьере. Давай покажем. Миретты красные. Альвина Спец. Такой, конечно, активный интерьер получается яркий, но интересно смотрится. Так, мы пропустили один чехольчик. У Самары еще один чехол в новинках появился. Хлопковый чехол двухсторонний. С одной стороны зелено-белый. А с другой стороны, ну, лучше с другой стороны снять, бело-желтый. Артикульный номер, название. Еще один плед, шерстяной. Схельдбрека. 120 на 180. 68% шерсти, 24 полиэстера. Сейчас найдем в упаковке. Вот так упакован, даже с ленточкой. Вполне можно подарить. Стоит 2300 без рубля. Такой вот чесный пледик розовый. Еще один шерстяной пледик. Стоит ровно 3000. Цвет желтый. Плетение. То есть, пользоваться можно с любой стороны. Такой калий, чуть-чуть немножко. Я думаю, после стирки помягче будет. Артикульный номер, название, размер. Еще один шерстяной пледик. Кавельдун. 130 на 180. Серый, белый с оттенком. Стоит 2000. Артикульный номер. 55% шерсти, 45 акрила. Ну, тоже кориченький. Интересный плед. Ну, ретро такое, да? Еще новые пледики. В Аркадии. Красно-коричневый. 110 на 170. 400 рублей. И точно такой же бежевый. Так, артикульный номер. 100% полиэстер. Сделано в Китае. Ну, пледик давно выпускается. Вот сейчас какие цвета есть. Плюс еще бежевый. Просто добавились новые цвета. Пледик хвалят. Привозим мы их часто. Клиенты довольны пледиками. Говорят, что очень хорошо эксплуатируется. Сами не пробовали. То есть, дома такого нет. У него хороший устойчивый краситель. Не линяет, не колется. То есть, такое вот соотношение цены и качество оптимальное. Так, идемте в занавески. Занавески. Новые занавески Карлоте. Ну, это тюль, я бы так сказала по-простому. 2500. Ребята, ну, это дорого. Сразу скажу. Тюль интересная. Так, артикульный номер. Так, давай сразу покажем. Значит, они на шторной ленте. Крепить можно различными способами. Сделаны в Белоруссии. Размер полотна, я думаю, здесь стандартный. Да, метр сорок пять на три. И вот сами занавески. Горошки. Получается оранжевый, коричневый, бежевый и что-то такое вино-фиолетовое. 2500. Так, хильдран уже есть. Гертрут. Вот новинка. Гротисель. Я не могу сказать, для какого интерьера эти занавески мне напоминают рыбацкую сеть. 1300. Их 90 девчонок кофточки такие были. Так, давайте смотреть в упаковку. Вот они в упаковке. Размер полотна стандартный. Артикульный номер. Они тоже на шторной ленте. Сделаны в Китае. Стандартная шторная лента для различных видов крепления. Так, значит, дальше новые занавески. Несельфаериль, господи, ну все, я не могу это выговорить, убейте меня. 1799, зеленые. Что-то в этот раз икеюшка у нас. Мне кажется, были бы белые, цены бы им не было, да? Красивые такие бабочки. Ну, куда я им? Ребят, честно, у кого, вот кто планирует в интерьере такие занавески, напишите, покажите фотографию. Хотим посмотреть, позавидовать именно вот дизайнерским способностям, как это будет выглядеть. Я не представляю. Занавески очень активные, темные. Как их чем обыгрывать? Какой должен быть цвет стен? Задумка классная. Мы сейчас посмотрим, вдруг есть такие белые. Вот, если честно, есть белые. Куплю такие занавески домой. Так, вот они в пачке. Вот видите, даже, допустим, вы будете смотреть на сайте, да? Кажется, как будто они на белом поле. На самом деле, они полностью темно-зеленые. Нет этого белого. Размер 145 на 3. И артикульный номер. Шторная лента. Так, и сделаны наши друзья в Китае. Что-то в тихом шоке. Так нельзя покупать или пугать. Пойдем посмотрим белые. Вдруг есть такие же бабочки. Нету. Зажлобили. Икеюшку, ну возьмите на заметку. Ну сделайте нам такие белые занавески. Ну зеленые же сделали. Так, это детские. Еще одни яркие занавески. Уже ночные. Ну хотя здесь, наверное, вот для ночных имеет место быть такой яркий рисунок. Да? Если вот... С прихватами 3000, частичное затемнение. Метэмари. Сейчас возьмем упаковку. Так, по затемнению, значит, смотрите. Руку не видно. Знавеска фактурная. То есть она неоднородная. Вот эти вот мелкие штрихи. Но рисунок гладкий, не выбитый. Тяжелая пачка. Таня с прихватиками. Метр 45 на 3. Стандартный размер полотна. Артикульный номер. Шторная лента. Сделана Белоруссией. Еще одна новинка. Вот честно, вот эти мне нравятся. Ну мне нравятся, потому что у нас цветовая гамма в зале подобная. Полное затемнение будет у этих занавесок. Я думаю, хорошо будут блокировать. С одной стороны они... Внутренняя сторона гладкая. Внешний вот такой рисунок. Стоит 2999. Пиолотто. Смотрим в пачке. Прихватов к ним нет. 145 на 3. Артикульный номер. Они на шторной ленте. Сделаны в Китае. Ханна Лил. Не помню вот эти занавески. Давай покажем. Полупрозрачный. Будет частичное затемнение. Есть еще розовый, светло-зеленый и серый. Значит, ребят, новинка. Такая глобальная. Тоненькие занавесочки. Стопроцентный хлопок. Ну и чем-то по плотности Иван напоминает. И мынуться. Безбожно. Так, вот они в пачке. Артикул. Шторная лента. Пакистан. Приехали к нам из Пакистана. Так, Тиабаст есть. Анна Луиза это есть. Ну, думаю, с Вилборгом все знакомы. Вот они в упаковке. Вот их не помню. Мне кажется, они уже есть на сайте. Так, вот еще новые оттенки. Таких точно нет. Так, вот она. Бло Лилья. Тысячу рублей стоит. Тоненькая занавесочка. Кстати, не особо мнется. Вот она в упаковке. 999 рублей. Стандартный размер. И она на штормной ленте. Сделаны они тоже в Пакистане. Так, а вот здесь... А, вот они. Давай еще вот эти покажем. Точно нет. Тургерт. С прихватом. Плотные. Сейчас плотность покажу. Рук вообще не видно. Вот эти такие вот, как у мамы раньше были. Гобелиновые набивные шторы. Но толстые. Я думаю, с ними я так надуть не будет. Рисунок-то бит. Ну, как вышивкой такой нанесен. Честно, тяжелая пачка. Шторная лента. Сделана в Китае. Артикульный номер и размер полотна. Кстати, я ошиблась. Они без прихватов. Но интересно смотрятся. Да, если к интерьеру подходят. А, давай еще вот что покажем. Просили об этом. Как раз в упаковке, я думаю, виднее. Виллборг. Белый-зеленый. Ну, зеленый и бирюзовый. Разница есть. Вот эти зеленее. И если у этого виллборга прямо явная полоса, здесь она такая вот неоднородная, как размытая. Интересные оттенки виллборга появились. Хинлиборг. 3000 рублей стоит. Есть еще серый. Не пропускает зимний сквозняк и летнюю жару. Блокирует цвет и после затемняет комнату. По плотности, как санелла. По ценнику дешевле в два раза. Единственное, что будут скатываться или нет. Но цвет, вот, кстати, винный майгул, сиреневый. Вот этого цвета не хватало. Его просили. Ну, многие клиенты, когда заказывают вот этот майгул, думают, что он подобного цвета. Красивый такой сливовый оттенок. Артикул покажем. Итак, сделаны, сделаны в Турции. Видите, какое разнообразие по странам. В любой стране может быть изготовлен товар. Оператор мой уже устал. Хилья. Новый оттенок тоже на сайте нет. Сиреневый. Ну, обычно хилья все-таки более однородная. Здесь очень много вкраплений. И как бы они не начали вот, видите, скатываться. Я думаю, это они зацепаются об майгул. Ну, в общем, вот такой вот им может быть. Вот они обтерлись об майгул. Как-то не особо они опрятны в процессе эксплуатации будут. Санелла новая на сайте уже есть. Ханна-Лена. Так, вот занавеска. А, мы их снимали, Ханна-Лена. Только в другом цвете. Светло-розовая. Сто-процентный полиэстер. На штормной ленте. Вот, давай ее здесь покажу. В пачке-то ее, что смотреть. Блокировать будет и затемнять неплохо будет. Так. Разолил. Ну, стеклянные занавески. Вот, интересно, даже из чего. Это полиэстер, а не хлопок. 70% полиэстер, 30% хлопок. Это и чувствуется. Занавеска жесткая. Сделана в Пакистане. Вот такая вот активная красная клетка. Но ее разбавлять либо белым. Ее надо немножко уравновешивать. Значит, у нее будет просто голова болеть на крупной. Только кухонная, я считаю, занавеска. Никак ни детская, ни комната отдыха, ни гостиная. Есть еще белый-синий. Но белый-синюю мы не увидели. Возможно, еще не приехала. Виван новая на сайте уже есть. Анна-Луиза красная, кстати, вот классический красный. Часто спрашивает. Неплохая занавеска. 2000 стоит. И свет блокирует, ребята, на штормной ленте. И усадку нормальную дает. Так. По-моему, все. Вот Анна Кайса. Нет, их на сайте точно нет. Тоже плотный шторм. Кстати, шикарно. Будет по факторе сочетаться с новыми креслами. Кто обзор с самого начала смотрит, вот подобная ткань. Полное затемнение, серый и вот такой оттенок. Так, вот они. Артикульный номер. Стоит они 5. То есть это уровень Санеллы. Но Санелла это неубиваемая занавеска. Своим опытом проверены. Я думаю, эти будут ничем не хуже. Так. Так, те все занавески есть. Мы в отделе ковров. Мы в середине магазина. Честно, мы устали. Но мы пишем дальше. Новая серия ковров. Langsted. Они есть и побольше, и поменьше. Ребят, ковры классные. 4 цвета. Давайте сначала расскажу про них. Смотрите. Это что-то среднее между одумом. Я, по-моему, в серии Самар их затрагивала. Между одумом и пушистый. Убей забыл, как называется. По ценнику фобюджетнее. Плюсы. Окантованный край. Они не будут задираться, потому что... А, хэмптон. Более тонкий хэмптон. Вот он. У нас просто есть такой. Это нечто. Углы, то есть хлоп ногой задели, все. Плюс очень плохо, ну, вытряхивается. Вот это все приминается. Хочу купить такие, попробовать. Я думаю, будут лучше в эксплуатации. По деньгам они примерно одинаковые. Ну, более достойно выглядят. Значит, такой красивый бежевый. Зелень. Спокойная бирюза. С вкраплением. И тоже интересный цвет желто-оранжевый. Оттенки классные. Я думаю, в ближайшее время все это появится на сайте. Кстати, замечательно упакован. Ну, смотрите. Я думаю, так и должен упакован быть любой коврик. Не важно, сколько он стоит. Пусть даже маленькая, но упаковка. То есть это не нужно придумывать, как завернуть. И это не будет трепаться, пока вы это везете. Серия Самар. Новый коврик. Стоит он у нас 1499, 75 на 150. А, вот. Кстати, сейчас я вам его разверну. Прорезиненный. Ну, это уровень ковриков с дорогой. Его можно стирать. Единственное, что со временем вытирается. Ну, золотой классный длинный, неплохой такой длинный коврик. Возвращаем обратно. Цвета яркие, но как-то вот все равно, да? То есть вот более-менее красный передался, желтый неплохо. А синий такой как-то с залысинами и немножко удешевляет, что и ковер. Ну, как-то вот не сильно комфортный. Смотри, какой ковер. Ценей, конечно. Ковер ручной работы Ипскер. Сделанный из шерсти. 7 тысяч. О! Тяжелый. Не сдвинешь этот ковер. Край. Окантованно все хорошо. Ну, достойно, конечно. Тем более, если это ручная работа, ручной труд. Возвращаем на родину. Ковер безворстовый. Рекрер. 1599. 80 на 150. Ну, конечно, очень напоминает половички, которые еще встречаются в деревнях. Он двухсторонний. Его можно спокойно стирать. В плане эксплуатации ухода, я считаю, на кухне прям вот оптимально. Кухня, прихожая. Но даже возле кровати его постелить. Он уютный, хлопковый. То есть никак не синтетика. И приятен, я думаю, будет по ощущениям. Ой. Ну, конечно, я уже побежала. Какой артикуль? Артикульный номер. Так, у серии Самар появились вот такие вот коврики для обуви. 200 рублей. Крупный цветочек, мелкий цветочек. Прям активную коллекцию нам дизайнеры подготовили в этом году. Артикульный номер коврика с большим цветочком. И артикульный номер коврика с маленьким цветочком. Возвращаем назад. Стоит каждый 199 рублей. Размер 40 на 60. Такие коврики появляются в каждой коллекции. Меняется только рисунок и название. Ребят, это первый товар, который в Икеа у меня вызвал только отрицательное. И хочется сказать, ребят, не надо это продавать, не позорьтесь. Тапочки домашние. Тошен. Размер SM и LXL. То есть стандартные тапочки. Как я понимаю, ими заменяет Ньюту. Вот это Ньюта. Вот это Тошом. Ну вот, ну невооруженным взглядом видно разницу исполнения, качество плетения ткани. Даже толщина подошвы. Ребят, ну не смогли найти бюджетные тапочки. Ну не надо. Это я еще показываю приличный цвет серы. Сейчас покажу белые. Мне кажется, даже одноразовые тапочки, то выглядят приличнее. Вот это белые тапки. То есть вот этот залом, это какого должна быть размера нога, да, чтобы вот этот вот залом весь выправился. То есть очень тонкая ткань. Ну вот стоили бы они рублей 80, да? Я бы за 25 купил. Видите, оператор мне говорит, вообще за 25 рублей купил бы. Ребят, ну не надо позориться. Это уж единственное, что могу сказать. Так, ковер Glumsen 133 на 195. Светло-серый, безворсовый. Мягкий на ощупь ковер с шелковистым блеском, характерным для леоцелла. Сейчас посмотрим. Можете смело ходить по этому ковру. Видите, комбинация леоцелла и джут обеспечивает износостойкость. Слушайте, я не видела ковров, по которым ходить нельзя. Леоцелла и джут, да? Можете смело ходить по ковру. Нет, вы купите ковер за 8 тысяч, постелите и ходите рядом. Ковер неплохой. Обратная сторона. Что стало радовать, икеи стали укреплять бокам. То есть то место, которое загибается чаще всего, оно будет более крепко. Вот с обратной стороны он. Ну, коврик неплохой. 8 тысяч, конечно, да? Ну, главное, ходить можно. Пойдемте дальше. Ковер Виндеруп 133х195. Стоит 3 тысячи. Размер 133х195. И вот что по цветам. То есть это уровень ковров. В точечку, не в точечку, а в пуговку, если кто помнит эти ковры. А потом были такие... Господи, все, затупило. Ромбиками. То есть средний уровень ковров, который чуть плоховато пылесосится обычным пылесосом, но неплохо эксплуатируется. Можно мыть автомойкой без проблем, либо сдавать на чистку, на ту же мойку. Ковер Конструб. Голубой-зеленый. 5 тысяч стоит. Двухцветный. То есть получается... Это, наверное, подразумевается голубой, это зеленый. Ну, в общем, вот такие вот два оттенка. Он как бы лесенкой. Так, Самары. Не повешено, к сожалению. Метр 80х2,40. Пропусти, пожалуйста. Вот такой вот бело-голубой. И такой же будет бело-зеленый. Иди. Это полностью пластиковый ковер. Стелить его можно куда угодно. Но я думаю, он дождется распродажи. И продавать его будет где-то по тысячам, по полторы. И такой же бело-зеленый. Но вот бело-зеленый... Вот мне прям мешки какие-то упаковочные напоминают по цвету, да? Ручная работа. Неокрашенный темно-синий. Тоже джут. И немножко шерсти в плетение добавлено. Основа полностью джутовая. Безворсовый коврик. Слушай, вот это я считаю адекватно. Сделан из джута. Стоит 3,500. Он будет хорошо эксплуатироваться. Вытряхнуть можно. И размер хороший. Внутренняя часть. Вот она как и видишь, такая. Ну, да, кстати, на две стороны можно спокойно его использовать, да? Коврик интересный. Новое полотенце Самара. 900 рублей. Вот такие вот мороженки. Ну, вот точно с такой же ткани сделаны халаты. Вот я ребенку с 900 рублей такую полотенцу куплю. В чем халат за 1300? Артикульный номер. Жестковатая махра. Жесткое плетение само по себе. Интересно, конечно, как будет после стирки, но само по себе плотное очень. Тонковатое и плотное. Как бы не хватает вот этой эластичной нитки. Полотенца Флодорен. Они уже есть на сайте, но показываем именно само плетение. Это просили сделать. Отдельный обзор. Нет смысла по этим полотенцам делать. Они подороже Вакшона. 30 на 50. Одно стоит 250 рублей. Но здесь совершенно, ребята, другое плетение. Полотенца более плотные. По ощущениям очень мягкие. Уровень фрейна. Перевернула такая артикул. Смотрю сама по себе. Сделано в Индии. И вот три размера. Покажи, пожалуйста. 30 на 50, 50 на 100 и 70 на 140. Банны просто ни в этой серии нет. Викфельд. Еще одна новинка полотенца. Викфельд. Заявлены как белые. Но тем не менее, я бы не сказала, что они кипельно-белые. Они бело-бежевые. Тоже три размера. И цены. Потоньше, чем предыдущие. Сделано тоже в Индии. Такое вот полотенчиком. Все-таки цена полностью зависит от плотности плетения, от количества ниток. Продолжаем откапывать новинки. Полотенца Balmon. 50 на 100. Разноцветные зеленые. Такие вот цветочки. У Balmon очень хорошее плетение. Как говорят наши клиенты, эксплуатация замечательная. Где нас сделал наш друг? Непонятно. В Индии сделал. Артикульный номер. Не Balmon это? А Sandvilan. Видите, обманул нас. Ценник? Это не Balmon. Так. Возвращаем. Есть банная простынь. Такая же. За 699 рублей вот она. Я не знаю, почему не выкладывают на сайт. Очень много новых полотенец появилось. Даже вот смотрите. То, что мы смотрели. Викфьер. Есть синее, есть зеленое. Потом есть вот такой шикарный цвет. Кстати, терракотовый. Ребята, кто планирует на подарки 8 марта грядущие, да? И мужчинам, и женщинам. Вот реально универсальное полотенце по цвету. Вот они, кстати. Розовые и кирпичные. В пару к полотенцам Sun Tresket вылезли еще и коврики. Коврик стоит тысячу. Коврик классный. Но дороговатый, маленький. Коврик для ванны. Для туалета в пару ему нет. Только один для ванны. Артикульный номер. Сделан наш друг. Ой, господи, где же ты сделан-то? В Индии сделан. Поверхность 0,4 квадратных метра. Так, кто в новые есть? Пойдем еще один коврик покажем. Из той же серии, что и полотенца, есть коврики. Викфьерд. Рыжие и синие. Думаю, ванну в таких тонах интересно будет оформить. Плотненькие. Два раза плотнее, чем полотенце. Синее и рыжие. Других цветов нет. Новые крючки для ванны Тискет с присоской. 349 рублей, 4 штуки. Артикульный номер. И сделаны они в Китае. На выставке их, к сожалению, нет. Чтобы было понимание, как они выглядят, подергать их. Ой, смотри. Получается, серия стуговик не выходит из ассортимента, раз ей Тискин. Угловая полка Тискин. Очень похоже. Смотрите, вот Сундвик. Крючок от Сундвика. Кстати, даже и цветом, да, и фактурой. Нет, цвет у стуговика немножко отличается. В общем, получается, серию чуть-чуть заменяют. Угловая полка, кстати, это актуально для ванны, да. Более интересно, 349 рублей. Ребята, имейте в виду, такие полки уже появились. Так, сейчас сразу посмотрим, что еще в этой серии. А вот она подвешенная. Покажи, пожалуйста. Так, у Тискин-то уже появились. Значит, серия точно заменяется. У Тискин-то уже есть держатель для туалетной бумаги. Причем его нет в выставочнике, ребята. И на него вообще даже еще ценника нет. Поэтому цена пока для нас остается загадкой. Так, у Тиски-то больше не вижу ничего. Ну, значит, серия выходит то есть. А, артикульный номер без вопросов. Я уже бежать дальше. Китай. Да, я неаккуратный. Мы снимаем третий час. Мы немножко устали. Ребяточки, смотрите, какие классные новинки. Это уже давнишняя. Ну, по цвету новинка. Появился большой лампан. 1500. Никогда не думала, сколько лет мы возим в Икею, что лампан в большом размере будет смотреться так гармонично. Ну, маленьким как-то. Лампочка и лампочка, да? А здесь прям вот такой вот он основательный. Хороший. Полторы тысячи, честно, жалко. Я не с цветом угадали. Цвет сама. Да, цветопередача очень интересная получилась. Полторы тысячи стоит. Артикульный номер 103-561-65. Не видно, мне кажется. Да, вот он. Темно-синий. Будем ждать выхода в другом цвете лампана. У Нимоны появилась новая настольная лампа. Белые и черные. По 3000. То есть это и мини-торшер, я считаю, и рабочая настольная лампа. При необходимости решетку вот эту можно снять. Если вам мало света, да? И будет такая вот металлическая лампа с куполом. Новый год прошел. В Икеи появилась строла, за которой все гонялись. Я очень хотела в эту барышню на Новый год. Честно, сейчас за 2000 вообще ее не хочу. Капюшон, бархатный платье. Дама прям такая полноценная. Балерина. Все есть на сайте. Просто хочу показать. Юбка. Все по уму, как должно быть. Ну, ребят, прошла ложка к обеду. Так что вся строла есть в наличии теперь практически. Покупай не хочу. Я думаю, до следующей зимы пролежит. Вот такого держателя точно нет на сайте. Дома уже пользуемся. На прошлом деле купили. Кнальгуль. Четыре коробочки. Ну, фактически, как дочь мне сказала, пять. То есть такая вот крышка. И в нее такие вот маленькие стаканешки. Ну, ребятишки такое любят. Все-таки более функциональные, я считаю. То есть сложить можно много-много всякой канцелярки. Вот так вот все упаковано. Артикул. Литва. Появились вот такие сумки. Наш клиент уже оценили. Мы привозили в офис показать. Сумка перкла. Чем мне понравилось? Во-первых, цена, ребят, 149 рублей. Сумка не нужна. Вот такое вот упаковали. Если, например, взять для сравнения сумку стук. Практически таких же размеров. Да, кстати, разница прям незначительная. Она упакована вот так. То есть место занимает гораздо больше. Такую сумку можно взять в дорогу, куда удобно. Если на машине, то вместо чемодана. Да, парочку кинули и какие-то вещи сложили. Это та же ткань, с которой делают киевские неубиваемые синие сумки. Два полноценных рыжих замка. Честно, мне новинка понравилась. Хочу взять домой под кровать. Под какой-то там вот, ну, подушки какие-то. Вот подушка 50 на 70. Это XR. Мне кажется, две подушки спокойно можно запинать. Из плюсов все-таки это цена и маленькая емкость при хранении. То есть таких парочек сумок вполне можно иметь дома за гашничкой. Так, серия стук на сайте представлена. В полноценном виде. Время тратить не будем. Так, о, новые. Вот этих корфов точно нет. Fools Макат. Господи, я уже язык сломала. 299 рублей. Коробка для обуви, две штуки. Слушай, интересно, да? Ну, тканюшка, наверное. Ой, тканюшка совсем из бюджетных. Из такой подобной ткани делают эти пакетики для обуви. Когда обувь упаковывают в коробки. Не знаю, как она будет эксплуатироваться. Задумка интересная. То есть две симпатичных коробки. Сюда как раз... Ну, если, допустим, сапоги, одна пара сюда вместе. Балеток, наверное, две пары спокойно вместе. Детских тоже. Липучка, ящичек. Единственное, конечно, само исполнение ткани. Но, опять же, если вы ее тереть не будете, ничего так с ней, то она должна нормально проэксплуатироваться. 249 рублей стоит побольше. Сумочка. Вот сбоку. Да, побольше. Вот, то есть, разница. Чемоданчик. И еще комплект из двух... А, это одна коробка. Это 299... 329 рублей. Ребят, я думаю, это замена более дорогих серий. Дорогие серии есть. Их не все могут себе позволить. Да и смысла нет, да? Допустим, хранение в гардеробной сложили, и лежит она. Если никто не видит. В принципе, выглядит неплохо. А, кстати, вот такие вставки внутри. А, это сотовый. Да, но, опять же, смотри, как вставлено. Это до конца. Ребят, ну так не должно быть. Как-то неаккуратно. Да, конечно, жесткость должна. Все хорошо, но вот так торчащие хвосты. Но, опять же, жесткости. Если пополам сломать, уже не будет. Да, жесткости уже не будет. Ну, вот это вот недоделка. Наверное, вот это бюджетность. Коробка для одежды с крышкой. 329 рублей. Скрейль. Снова вернулись в ассортимент крышки с крейль. Их очень любят клиенты. То есть, это крепится вот таким образом к стене. Что-то у меня не крепится. Наоборот. Ну? Вот на глаз, на глаз, на глаз, на глаз сверху, на глаз сверху, а тут сверху. А, вот, да. К стене. Вот, да, вот, к стене. Хранение велосипедов, скейтов, чего-то такого большого выдерживает хорошо. Они одно время пропадали с продажи, надолго причем пропадали. Сейчас опять появились. Ну, мы ценник не нашли. Такие вот хорошие железные крюки. Знакомый всем ролик для одежды. Что мы обнаружили? Уменьшилась цена, немножко изменился дизайн. Но при этом, до этого намотка была 60 листочков за 69 рублей. Сейчас 40 листочков. То есть, на 20 листочков уменьшили, уменьшили, стоили на 10 рублей. И на 20 листочков количество уменьшили. Имейте это в виду. Благо, ролики остались с такой же намотки. 60 листочков, комплект стоит 200 рублей. То есть, это получается по 50 рублей один ролик стоит. Вот такой заговор. Мы с вами в отделе оформления. Последний отдел перед складом. Новые свечки. Да, глинет. Они постоянно выходят, просто меняются цвета. Розовая свеча и синяя свеча. На сайте тоже пока нет артикульные номера. Свечка не ароматическая, просто красивая и яркая. Но, я думаю, цвета приурочены именно к летней коллекции. Не знаю, видели ли кто, нет. Это гельстата человечки появились черные. И вот такие розовые. Если мне не изменяет память, на сайте пока розовых еще нет. Но, если есть, значит уже есть. Благо, вернули в ассортимент естественный, который можно перекрасить в любой цвет под себя. Новый набор подсвечников. Три штуки. Стеклянные. Бленданте. Три цвета. Синий, серый, белый. Сейчас сначала по отдельности покажу. Ручная работа. То есть специально сделаны такие вот пузырьки. 1300 стоит комплект. Можно использовать как вазу, можно как подсвечник. Мне кажется, вообще для любого, да? Хендмейт. Ручная работа. Поэтому с таким стеклом, пожалуйста, аккуратно. Хорошо, что они упакованы в коробку. При транспортировке ничего не пострадает. И вот три цвета. Вот, кстати, на сером, видите, пузырьков уже нет. На синим тоже. Мне кажется, на синим пузырьки тоже интересно смотрелись, да? Нет, они не так, на белом. На сайте больше ярко выглядит. Вот их три цвета. По 1300 такие подсвечники. Я только не понимаю, что на белом пузырьке они нет. Ну вот, очевидно, технология выдавки такая. Может быть. Так, это подсвечник Галентрик для свечи. Один стоит 349 рублей. Он у нас из нержавеющей стали. Просто для одной свечки. Он уже запакован в коробочку. Что если кому-то нужно подарить, кто заморачивается именно такими вещами, это вполне достойный подарок будет. Новый фонарь. Фонарь для греющей свечи. Стеклянные колбы внутри. Такая вот дверка. Что радует, на магнитиках стали делать, да? То есть удобно. Тут сеточка, перфорация, можно поднять. Кстати, вот, девчонки, кто интерьерные съемки делает, какие-то фотопроекты, интересный фонарь. Его можно перекрасить, потому что матовое хорошее покрытие. Подожди, стекло снимается, чтобы не перекрасить. Нет, стекло не снимается. Тогда будет тяжело. Тяжеловато перекрасить. Либо, значит, какие-то элементы по цвету на дверку столько наносить, да? Комбинировать с белым. Артикульный номер, название, цена. Ой, как много подсвечников всяких. Эдельхёд. Четыре штучки. Помнишь, такие зеленые были в офисе у нас лежала? Да, 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 из такого зеленого стекла. Но чуть побольше были. 400 рублей за четыре штуки. Такой коробочке они продаются. А вот артикульный номер. Из этой же серии уже металлические подсвечники. Я не могу снять. Значит, они несъемные. Они вставляются друг в друга. Думаешь? Да. Ага. То есть можно вот... Красоту делается. О, как! Только, наверное, диаметром, да? Как матрешку ее собирать? Вот так. Да, да. Вот так. Новинка. 800 рублей стоит комплект. И вот ценник и коробочка. Сейчас поправлю все. Мы снимали. Я не припомню вот таких подсвечников на сайте. Возможно, только их добавили. Метал. 900 рублей. Малыша не вижу. Наверное, комплект из двух штук. Сейчас посмотрим информацию. Да, вот комплект из двух штук. Вот они. Вот коробочка. Тоже интересные. Техника же точно покрасить можно. То есть декорировать, как удобно. Настильные часы Висшан. 30 сантиметров в диаметр. Очень тихих от их не слышно. Часы классического циферблата. Ну и, в принципе, неплохая форма, да? Обычный механизм. Пластиковые часы. В Беларуси сделаны. Ход вообще не слышен. А, вот к микрофону, наверное, лучше, да? Хода нет. То есть ход есть, но их его не слышно. Так, вешаем обратно. Я думаю, вполне адекватные часы за нормальную денежку. 700 рублей за такие часы в хорошей цене. Еще одни часики свайпа. Они уже без цифрок. Тоже полностью, тоже пластиковые. Наверное, уже пару раз уронили. Диаметр тоже 30 сантиметров. Ну, опять смотря, какой интерьер. Да нет, они оба серы, в принципе. Вот это лучше. Кому что? Мы находимся в отделе с искусственными цветами. Новые фейки. Лук белый. Я думаю, многих бабушки на даче выращивали такой лук. Очень-очень похож на живой. Смотрится неплохо. Маленький горшок 9 сантиметров. Цена 399 рублей. Вот эта фейка. Возвращаем его назад. Так, эти есть. Новые цвета распылители томат. На сайте тоже пока нет. Такой насыщенный красный и грязно-синий. Черные лейки. Так, сейчас посмотрим по кашпо. Что у нас нового? Новые цвета у кашпо папайя. И диаметр новый. Папайя в новом цвете бирюза, бледная и белая. Этих цветов не было. И появился диаметр новый. То есть помимо 12 сантиметров, есть еще 9 для маленьких кашпо. Так, вот тоже новые фейки. Гиндронге. Зеленая и фиолетовая. По 800 рублей. Ну, согласитесь, вот как живая выглядит. Я люблю искусственные цветы, икеевские. Вообще не люблю ухаживать за живыми, поэтому для меня прям оптимально. Так, пойдемте покажу леечки. У серии сокер, она выходит, конечно, каждый год, меняются цвета. Вот такие вот ведерки. Прям вот куда-нибудь сходить уже хочется летом. Новый кашпо. Полностью металлический. 19 сантиметров, 24 сантиметра. Я не выговорю это название. Фортуки мы вам показывали. Ведро сокер большое, уже 10-литровое. 600 рублей. Можно как кашпо, можно как ведро использовать. Так, это мы все видели. А, вот новый ящик. Ящик стоит 1000 рублей. Ящик стоит, я не шучу, 1000 рублей. И вот дядя Вова делал. Мужчина, который умеет мастерить руками, ему смешно, который держит камеру. Ребят, ну 300 край. Да, и то для леднивых. Я думаю, 250 рублей. Конечно, все хорошо, гладко сделано это производство, но не за 1000. Икеюшка, не надо нас разорять. Добротно исполнено, не спорю. Все хорошо, покрета морилкой. Ну ценчик, ну хотя бы вот так аппетит в два раза уменьшить, будет хорошо. Так, ну практически в самом конце магазина. Лейки пойдемте покажу новые. У сокера еще... Опять же, каждый год такая вот большая лейка, маленькая лейка. Маленькая стоит 400, большая стоит 800. Носики у них съемные, удобно, можно прочистить от мусора, от всего. Кто-то использует их как интерьерный, кто-то по назначению. Клиенты не жаловались, кстати, ни разу на качество лейок. Ой, смотрите, какая фейка. Такие опущенные цветочки, да? Стоит 400 рублей, будем надеяться, будут скидки. Ну, вполне так живенько смотрится цветочек. Так, вот такие вот, я не знаю, кто они, незабудки, что ли. Ну, в общем, вот такие, да нет, ромашки такие вот. Стоит 300 рублей. Так, остальные фейки все есть на сайте. Еще пару позиций осталось. Сами живые цветы показывать не будем, потому что ассортимент постоянно меняется. И у нас остались последние новинки. Корзинка Рисоторп. Я не знаю, почему она здесь, хотя она в разделе кухни всегда. Ну, кто для чего ее использует. 800 рублей. Очень часто эти корзинки бывают в летних распродажах. Цена порядка 400-500 рублей. Ну, на самом деле, это красная цена за эту корзинку. И вот такой вот интересный набор инструментов Грессмара. Кстати, инструмент очень хорошего качества. Смотрите, то есть вот этот крюк, на котором они можно повесить, нужно использовать. Просто сняли. Не совсем просто. Меня не снимает. Нет, он не раздвигается. Я не могу снять. Ну, сложновато. Но качество исполнения хорошее. Такой вот совочек. То есть, ну, это прям огородные грабельки. Одевается, кстати, легче гораздо. Ну, почти. Так, друзья мои, мы стараемся ничего не крушить в Икеа. Все аккуратно возвращать на место. Но иногда бывают огрехи. Ну, что, по-моему, мы закончили. Я не знаю, насколько получился обзор по времени. Ну, не меньше двух часов точно. Мы постараемся вам... Часа на полтора. Часа на полтора. Мне оператор подсказывает. Либо мы разделим его на две части. Либо вы будете героически смотреть целиком. Кто досмотрит до конца, респект. Пишем комментарии. Только, друзья мои, ну, не тратьте время. Не надо там гадости писать какие-то, да? Как в последний раз написали там... Вообще матом написали. Это все равно будет удалено. Не мы удалим, так модерации на Ютубе удалим. Не тратьте свое время. Не понравился обзор, поставьте дизлайк, пройдите мимо. Понравился, напишите нам комментарий. Мы даем информацию, которая нужна и нам, как службе доставки, да? То есть мы берем это видео, клиент приходит, сомневается в товаре. Мы просто берем видео, открываем, показываем кусок того товара, который он хочет посмотреть. То есть это уже практически живое, да? Вы можете использовать при дистанционной покупке. Поэтому давайте как бы уважать друг друга то дело, которое мы делаем. Извиняюсь за нотацию. Всем спасибо, до новых встреч. Пока!